Здравствуйте, добрый день! Мы с вами продолжаем изучать книгу Рави Шимшин Довида Пинкуса «Врата молитвы». И сегодня новые врата, которые на самом деле, сколько я не читала и сколько я не готовила урок, каждый раз я понимала, насколько это возвышенные вещи, которым немножко страшновато приближаться. Поэтому, если что-то окажется непонятным или слишком запутанным, или вы, может быть, я оговорюсь или недостаточно четко и правильно опишу то, что здесь в книге описывается, то, пожалуйста, откройте сами, посмотрите, не оставайтесь с вопросами, потому что мы всегда стараемся делать то, что мы можем, в самой лучшей форме, но мы не ангелы и все-таки мы можем ошибаться, поэтому стоит открыть книгу и стоит посмотреть или спросить у кого-то, у кого есть возможность и дойти до истины по-настоящему. Эти врата, которые мы сейчас начинаем, Рав Пинкус, приводит двоякое значение. С одной стороны он пишет так. Это называется просто молитва, то, что мы вообще называем молитвой, и эти врата тоже так же и называются. Рав Пинкус пишет, что когда он стал рассматривать, откуда в святом языке это слово тфила, молитва, с чего оно состоит, какое значение, собственно, от какого корня, откуда оно пришло, он увидел, что есть два значения. Первое значение это диномишпат, это суд, а второе значение это идхабрут, это значит связь, соединение. И первое значение, которое он приводит, к мошекату венатан бефлелим. Где написана эта фраза венатан бефлелим, мы ее находим в книге в Торе, в недельной главе Мишпатим, и так написано. Описывается ситуация, это глава Мишпатим, законы, которые описывают ситуацию, где испугали или ударили беременную женщину, у нее случился выкидыш. И тогда ничего не проходит само по собой, можно сказать, ну что бывает, бывает, случилось какое несчастье. Нет таких слов. Этот человек должен прийти в суд, и суд его обвиняет в том ущербе, в том страдании, которое он причинил женщине и всей семье. И он должен выплатить какую-то сумму, которую постановит суд. То, что касается ситуации, в которой оказалась женщина, если есть ущерб здоровье или нет ущерб здоровья, тоже разбирается четко по судебное постановление. И в связи с этим можно задать такой вопрос, если, скажем, несчастье произошло с женщиной, с семьей, которой 20 лет у них не было детей. И они ждали, они молились, они лечились, они ездили, общались с доктором, через 20 лет, наконец, они уже ждут ребенка. И тут происходит такое несчастье, какой-то несчастный случай, не написано, что специально ее избили. Нет, она была драка, и она как раз выходила из здания рядом с входом, в который произошла драка, ее ударили, и вот то, что произошло. И произошло несчастье с этой женщиной, которой 20 лет у них не было детей. Это теоретический случай. Вот на другой теоретический случай. То же самое произошло с семьей, с женщиной, где в семье уже есть, скажем, 6 детей или даже 8 детей. И вот две эти женщины обратились в суд с точки зрения объективных показателей здоровья и так далее. У них все одинаково совершенно, но эта пара ждала детей 20 лет, а эта пара уже есть несколько детей. Если мы спросим, какое постановление вынесет суд, кому он должен, тот человек, за которого пострадали эти женщины, кому нужно выплатить больше ущерб? В той семье или этой семье, этой паре или этой паре? Подумайте, что бы вы сказали? Наверняка, по-простому, по-человечески, если мы рассмотрим эту ситуацию, мы скажем, да, конечно, эта пара, которая ждала детей 20 лет, у них не было ребенка, конечно, им нужно выплатить намного большую сумму, потому что, в принципе, невозможно им компенсировать то, что они потеряют. Просто это невозможно, это находится вне возможности человека компенсировать то, что произошло. Но если уж человек пытается как компенсировать, и вы в денежном эквиваленте, ну, в какой-то попытке что-то как-то загладить, то, конечно, этот парень полагается больше, может быть, они предпринят больше еще раз попытку и так далее. И что говорит на это еврейский суд, что говорит на это Тора? Нет разницы, нет разницы. И той, и той женщиной совершенно одинаковая выплата должна быть. И это странно, это даже немножко возмутительно, правда, как так может быть? И тут проявляется разница между обычным человеческим восприятием вещей и таким восприятием, которое написано в Торе. То есть Тора, она совершенная истина. И так написано, что велика разница между восприятием Тора и восприятием простых людей, да, простых людей, таких как мы. И почему нет разницы? Потому что по Торе нет привилегий ни у кого. Эти две души совершенно одинаковы. Они по Торе, по настоящему истинному пониманию вещей нет привилегированных ни в какой области. Даже можно сказать, ну это правильные привилегии, они же несчастные, они же 20 лет назад. Нет привилегий. Все души, они совершенно равны перед Всевышним. И неважно в какой сфере человек родился, в какой сфере он действует или где он существует и в какой социально-экономической среде он родился и так далее. Даже такие вещи, если мы говорим о объективном взгляде на человека, на его душу, нет никаких рамок, которые бы их разъединяли. И все души совершенно одинаковы перед Всевышним. И мы возвращаемся к тому, что пишет Рафпинкуса, что с одной стороны тфила, молитва, это суд, да, плелим на иврите, это суд. И со второй стороны это связь, единство. И это само по себе довольно странно, потому что если мы говорим, что суд, это как бы смотреть человека, это его критиковать, разбирать. Все по косточкам его поведения. С другой стороны это единство. Единство от народа это собирать. Тогда человек чувствует единство с собой, единство со своей душой и со Всевышним. Как это может быть вместе? И еще один вопрос, который встает. Если мы скажем, что молитва это суд, кто захочет прийти молиться? Ни один нормальный человек не захочет прийти в суд по собственному желанию, нет, рядом с судом мы не будем ходить. Даже приближаться близко мы не будем, чтобы по собственной инициативе предстать перед судьями, чтобы они меня нет. Этого не будет никогда, я никогда не приду. И в этом один из секретов молитв, почему же человек, да, приходит, и почему же душа, да, чувствует потребность обратиться ко Всевышнему. И как это связано с суд, и молитвой, и душой человека. Теперь Равпинкос временно оставляет тему, почему молитва называется суд, и он разбирает тему, этот частный вопрос, почему же молитва, простите, это связь, это единение, то, что нам кажется более логичным, более подходящим для определения, что такое молитва. И он приводит, Равпинкос приводит, и лошон, и цитату из Рамбама. Это разум, который дал тебе человек Всевышний, тебе, человек, обещаясь к нему, тебе дал Всевышний. Это связь, которая между ним, между Всевышним и между нами. Есть связь между Всевышним и человеком, которого он создал. И в чьей руке отдана эта связь, будет ли она существовать между человеком и Всевышним, не будет она существовать, она прервется, она восстановится, она иногда будет, кому в чьей руке это дано, в чьем видении это находится. Всевышний отдал эту, этот подарок, эту возможность полностью в руки человека. Маршрут на тунале ха им терцели ха зе ка дибу козе тасы. Спасибо. Если ты, человек, захочешь, чтобы связь между тобой и Всевышним была сильной, ты сможешь это сделать сильно. Если ты спустишь это на тормоза, она понемногу-понемногу, потихоньку, она ослабит. Это в твоих возможностях ты можешь это сделать, и она ослабится. И когда эта связь восстановится между тобой и Всевышним, только единственным способом, если ты будешь ей пользоваться. Если ты будешь пользоваться этой возможностью этим каналом, связаться с ворцом мира, этот канал будет существовать. Ты не будешь ей пользоваться. Его не будет. И ослабление этой связи, когда произойдет, если ты возьмешь и обратишь свои мысли к чему-то другому в тот момент, когда ты перестал думать о Всевышнем, связь твоя со Всевышним ослабла. То, что он говорит, это обратная сторона того, что Раф Пинкос говорил в одних прошлых страницах этой книги, что когда есть связь со Всевышним человеком, когда он про него думает. Тогда он про него думает, тогда он по-настоящему с ним связан. Когда нет, тогда и связи нет. И даже если ты человек будешь самым умным, самым мудрым, самым необыкновенным, уделенным IQ возможностями мозга, ты сможешь... Твой разум сможет проницать физические и духовные явления. Но в тот момент, когда ты стал думать о еде, твоя связь со Всевышним, духовный канал, он ослаб. И ты сейчас, твоя духовная субстанция, она сейчас обратилась к еде. В тот момент, когда ты стал думать о другом, нет уже связи между тобой и Всевышним. И ты не с ним, и он не с тобой. Но потому что нет связи. И это то, что написано в другом месте про Всевышнего, написана такая вещь. Ашем Цилха, про Всевышнего, который создатель этого мира, и без ведома которого не дрогнет лист на осенне, написано по отношению к человеку, что он его тень. Но кроме того, что Всевышний, мы бесконечно множество раз можем понимать и осознавать, что такое настоящая скромность, если он про себя сказал, что он тень человека. Но в дополнительном понимании, что тень человека, она действует за ним, без всяких собственных отклонений от его действий. Когда человек делает шаг к Всевышнему, то и Всевышний делает шаг к человеку, когда человек отходит от Всевышнего, то и Всевышний отходит. Но не в таком понимании, как мы понимаем, отходим, когда, например, расстаются двое людей. Они расстаются, и каждый начинает думать о своём, и они полностью прервали общение, и не только в физическом плане, но и в душевном плане. Не так. И есть рассказ, случай про одного молодого человека, который когда-то, он учился в Хейдере, когда-то он вёл религиозный образ жизни, но потом случилось так, что он всё отбросил и перестал вести какую-либо связь с юдаизмом, потерял любую связь с религией. И один раз он проходил мимо синагоги, в тот момент, когда начался сильный ливень, и он заскочил туда, и он сидел там в углу, даже не зашёл в само здание, и там стояла большая коробка с гнеза. Гнеза — это книги, которые уже перестали ими пользоваться, они порваны, или в них уже отпала необходимость, они, например, старые здания, новые здания, неважно, какого-либо причины, их не выбрасывают, их складывают в отдельную ёмкость, коробку, и потом их хоронят. Называется это гнеза. И он взял одну из книг, и это были стихи одного из средневековых поэтов. Может быть, это был Рабио, да, Леви, но я, возможно, ошибаюсь. И он прочитал, открыл и прочитал только одну фразу, если я дословно её смогу привести. Ты думал, что я тебя ненавижу, но я тебя люблю, да? И хашавтащися не тихо, а не автихо. Что такое, наверное, я, к сожалению, путаю. То есть ты, наверное, думал, сказал Всевышний Человеку, что всё, что ты сделал, всё, что ты напортил, всё, что ты отталкивал меня, всё, что ты прошёл в своей жизни, ты уверен, что я ненавижу тебя. Так, правда? Но знай, что я тебя продолжаю любить. И для этого молодого человека это был как будто такой, как будто молния такая, короткая молния. Бывает такого человека в жизни, что вдруг какое-то понимание вещей освещает очень многие другие аспекты в его жизни. И он понял, что Всевышний его любит и продолжает любить всегда, независимо даже от того, что он наделал и то, что он оттолкнул его. И мы продолжаем читать то, что пистер в Пинклс. Что сама по себе молитва для чего нужна, для того, чтобы человек почувствовал связь со Всевышним. Даже если человек, он знает и он понимает теоретически, что и есть Творец этого мира. Что само по себе понимание, это тоже какая-то небольшая ступенька приближения ко Всевышнему. Даже что это какая-то ступенька в приближении к Всевышнему, но до сих пор она никак физически себя не выразила. Никаким образом, не духовно и физически, она никак себя не... Нет следов этого понимания в духовном плане. И только когда человек стоит перед Всевышним и говорит ему, обращаясь к нему во втором лице. Ты, обращаясь ко Всевышнему, человек говорит. И он говорит с ним, обсуждает с ним. Что-то какое-то происходит между ним, диалог. Тогда эту ситуацию можно назвать связь со Всевышним настоящим образом. И есть, как известно в молитве, несколько разделов. Есть разделы, которые называют, например, с ним возьмем утреннюю молитву, есть и благодарственные. То, что человек когда встал, он благодарил Всевышнему за всё, что у него есть. И за изучение Тора, которое у него есть, и за все потребности и надобности, которые у человека в его жизни есть. Это называется утреннее благословение. После этого есть очень, на самом деле, широкий обзор того, каким образом человек может со Всевышним наладить контакт. И есть корбо-нот, да, это жертвоприношения, которые были в храме, и сегодня мы только их перечисляем, потому что у нас нет возможности приносить жертву каким-то либо образом. И есть шмай сараэль. Шмай сараэль – это лозунг еврейского народа. Слушай, Израиль, слушай Всевышний один. И дальше есть молитва, есть благословение перед шмай сараэль, и дальше есть после шмай сараэль, после сухими отрывов исторов, в которых говорится про шмай сараэль, и то, что с этим связано. Есть, я говорю вкратце, конечно, я пропускаю многие важные вещи, но мы не об этом сейчас речь. Есть молитва «18 благословений», которые создали Аншей Кнестагдула, люди Великого Собрания, мужи Великого Собрания, мудрецы. Сейчас в ней уже 19, а не 18. Это само по себе явление молитвы. В это нельзя отвлекаться. Тот, кто знает, тот знает. Конечно, мы не нужно стоять на одном месте, и ноги должны быть вместе, потому что ангелы, когда они стоят, они стоят, у них ноги вместе. То есть человек, он приближается к состоянию ангела, он не разговаривает с посторонними людьми в этот момент. Есть ещё нескольких аспектов, что человек, может быть, это берёт от 5 до 10 минут у каждого своим. Есть люди, которые настолько чувствуют связь со Всевышним, что это намного больше бывает. Эта молитва Шмунайсера «18 благословений», она бывает немножко отличается в субботу, иногда и в будни, и в празднике, она немножко другая. Но в принципе, она стоит немного особняком, это отдельная молитва. И Раф Пинкус пишет, что у неё есть отдельная святость. Человек, когда находится и молится молитва «18 благословений», он фактически находится перед Всевышним. Даже если его мысли где-то далеко, но сама по себе позиция в этом месте он находится, он перед Всевышним. И Раф Пинкус приводит к этому такое объяснение, например, если взять человека, завязать ему глаза, да, тёрным платком, и водить его по улицам города, да. Ну, может быть, по шуму улиц он сможет определить, где он находится. Но в конце концов он совершенно потеряет ориентацию, где он находится. В конце концов его приводят перед царём. И он не знает, что он охотится перед царём. Он не знает, да, он не слышит никаких каких-то звуков, он не чувствует каких-то запахов. Это место ему не знакомо, так что у него нет вспомогающих каких-то признаков, что он понимает, ориентируется. Он не ориентируется, где он охотится. Но фактически его перевели и поставили перед царем. Закрытыми глазами он находится перед царем. И то же самое в молитве 18 Богословений. Даже человек не знает, что он перед царем. Он вообще думает про другое. И он никогда не слышал про это явление, что Всевышний он царь. Но он читает эту молитву 18 Богословений. Он фактически находится перед создателем этого мира. Если, например, он чихнет или икнет, или что-то такое произойдет с ним. И он даже не знает, что он не виноват. Он не знает, что он перед царем. В этот момент один из слуг царя будет потрясен такой наглостью. И его просто на месте ему снесут голову. Он скажет, ну я не виноват, я не знал, что я перед царем. Тем не менее, незнание законов не освобождает от ответственности. В любом случае, он находится перед царем фактически. И это то, что пишет Равпинкус, да? Что человек начинает молитву, и он постепенно, постепенно, постепенно листа ее продвигает. И да, еще он говорит какие-то другие вещи. Он не чувствует это, и он не замечает этого. Но его душевное место, его не физическое место, а духовное место, где он находится, оно изменяется. Оно приближается к Всевышнему. Оно по-другому, как он начал молитву, как он закончил, даже что он думал вообще про другое. Он не думал о чем и ни о чем таком. Но фактически он в этот момент, он находится перед Всевышним. Первая вещь, во-первых, всегда, когда мы обращаемся ко Всевышним во втором лице. Мы говорим муты. Фактически мы находимся перед ним. Как пишет Рамбам, что в этот момент, когда он обращается ко Всевышнему, он с ним. Тут есть две вещи. Что в любой момент, когда человек обращается ко Всевышнему, и он думает про то, что он говорит, он перед ним находится. И в другой момент тоже, когда он стоит и молится молитву Шуму Найзре, и он не думает, но он все равно перед Всевышним находится. То есть, что может быть? Скажем, два человека в синагоге находятся. Один Псукей Дезимра, это перед молитвой, перед Шмай Сараэль, есть Псуким, который восхваляет Всевышнего. Если он большой-большой-большой праведник, и он говорит эти стихи, восхваляющие Всевышнего, с большим воодушевлением. То есть, стоят два человека. И один говорит с большим вдохновением, восхвалением Всевышнему. И второй, и он находится перед ним, как перед другим человеком. И в то же время есть второй человек рядом с ним, который находится во молитве 18 благословений, ни о чем не думает. И он тоже находится перед Всевышним. И чтобы это почувствовать, нужна вера. Каким образом, я написал, что нужно, чтобы человек был в муке, 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 как тот человек, который завязал глаза. Что на самом деле, никакие физические параметры не изменились. Человек находится в том же месте. И несмотря на все это, само это понимание, это ситуация, как человек находится перед царем мира. Есть у нас, пишет Афпинкус, очень много непониманий, очень много сложностей в том, чтобы это понять. То есть, с одной стороны, его весь мир полон славы его. Как же может нас сказать, что мы находимся перед ним? Мы и так в любой ситуации находимся перед ним. И наполнительные вопросы. Для этого нам нужна вера, чтобы понять, что то, что нам говорят пророки, то правда. Даже если наш разум не может это понять сам по себе. Но такова действительность. Да, у нас есть многие вещи в нашем мире, которые наш разум не может понять. Хотя мы можем понять это теоретически, но почувствовать мы не можем. Как и, например, тот пример, который привел Афпинкус, то, что человеку завязали глаза, и он теперь находится в разных местах. Даже если он не чувствует само по себе, это ничего не меняет. Чувствует, не чувствует. Он находится там, где он находится. А если взять, например, маленького ребенка, то, что написал Давид. Это царь Давид, написано, что по отношению к Всевышнему он чувствовал себя, как маленький новорожденный младенец, которого мама прижимает к себе. И представьте себе такую ситуацию. Маленький ребенок, и он на руках у мамы. Нам совсем малыш, совсем крошечный. Ему все равно, где он находится. Совершенно все равно. Он может находиться и рядом с Ниагарским водопадом, он может находиться в бомбоубежище. Ему все равно, где он находится. Он знает, что он рядом с мамой. Это самое главное для него. Главное, мама. И то, что она его держит, он чувствует ее тепло, ее голос, ее запах. Ему совершенно это все равно. Потому что у него есть совершенно внутри четкое понимание, что такое мама, и рядом с ней надо быть. Все остальное его не интересует. Есть многие вещи в нашем мире, тоже так нам тяжело понять, что такое перед царем. Перед царем. Какая большая радость, такая находиться перед царем. Нам это вообще сложно понять. Тем более с нашим социальным и идеологическим прошлым вообще какая радость быть рядом с царем. То есть многие понятия, которые наговорит Тора, мы их воспринимаем через призму своего воспитания, восприятия и сложившихся каких-то принципов. И видим это не в том, на самом деле, свете, в котором они даны в Торе. Например, это понимание царя. Думаем, что такое царь? Это просто неуправляемая своеволия. Ну, просто какая-то совершенно чахнущая и грубая сила, которая может делать все, что она захочет, и ни перед кем не должна давать отчет. Ну и так далее. В таком плане плюс-минус. Обязательно это понимание, которое, я так и осторожно предполагаю, есть у нас у всех. И что такое царь по Торе? Царь по Торе это человек, или если мы это говорим, это уже иллюстрация, или это метафора, что мы называемся Вышнего Царем, потому что мы опять же пользуемся нашими человеческими представлениями. Но по Торе царь это человек, который не берет себе ничего. Он ничего себе не берет, он все только дает. Если мы даже посмотрим по строению духовных миров, то царство, самая верхняя сфера, она над всем. Она ничего, она совершенно полностью настроена на то, чтобы только давать. Это кетер, да? Корона царя — это только давать. И в понимании Тора, например, самые лучшие цари, которые были еврейского народа, это царь Давид и царь Шломо, царь Соломон, это были люди, когда, пользуясь тем, что они могли править, это были эпохи, эпохи добра и благоденствия, и полностью спокойствия. То есть человек, который находится перед царем, на самом деле царем по Торе, который должен был быть, с одной стороны, ощущение полной безопасности, совершенной полной безопасности. Как маленький ребёнок, который находится на руках у мамы. Он не представляет, что творится, он перестрелка на усилу, он может спать, он дремлет, он у мамы, и всё, ему вообще ничего не важно. Он может проснуться от звуков, но совсем маленький ребёнок, и даже если его мама держит, он наверняка не проснётся. Он с мамой, и всё, он полностью, как и закрыт от любых невзгод этой жизни. И находиться перед царём, это быть, с одной стороны, полностью закрытым от любых невзгод этой жизни. Царь — это безопасность, а второй параметр — это безграничные возможности, которые открываются перед человеком. То есть этот царь, он может всё, и его желание давать. Не только в понимании, как у нас может быть сложилось, что царь только бы снести кому-нибудь голову, и самодур, и так далее. По Торе царь — это человек, который направлен только на то, чтобы дать своим подданным всё, всё, что в силах, всё, в чём они нуждаются. И в Торе очень много ситуаций, и не в Торе, простите, в сложившихся для Медрашеев, Гемореев, Талмуде, истории про царей. И она не укрывает, и Медрашеев и истории, они не укрывают того, что было плохого в истории израильских царств. И было немало плохого, да, потому что не всегда люди действительно могут достигнуть такого уровня и быть царём Паторика, который от него ожидает. Который накладывает очень много, достаточно много ограничений, что царь может, и что бы не может. Для чего? Для того, чтобы он раскрыл свой потенциал как человек, чтобы быть настоящим царём. Например, я придумаю маленький эпизод из того, что рассказывает про царя Давида. Была одна женщина-вдова, и у неё, она была богатая женщина, и нужно было ей уехать в другое место. И она опасалась, и не могла с собой взять, тогда не было банков, у неё было много золотых монет. Она опасалась, что в её отсутствии в дом залезут воры, и всё украдут. Другой стороны, у неё не было никаких знакомых или хороших друзей, у которых она могла оставить своё богатство. И что она сделала? Она положила их, все свои золотые монеты, в два больших кувшина, наполнила их мёдом до конца, и оставила, сказала своему соседу, что я уезжаю на некоторое время, «У меня тут в подвале есть два кувшина с мёдом, только если приглядываете за домом, пожалуйста». И он сказал, конечно, какой разговор, нет вопросов, может уезжать, и будет спокойно. Я пригляду за домом, всё будет в порядке. И в её отсутствии этой женщины этот человек исправлял свадьбу своему сыну. Простите. И он хотел подать людям мёд, у него закончился мёд, и он сказал, он был не очень чистоплотный человек, он сказал, «А, закончился мёд, я пойду возьму у моей соседки». И он зашёл к ней домой, вытащил эти кувшины, и он стал вытаскивать, он почувствовал, что они очень тяжёлые, и тогда он стал выливать оттуда мёд. Он сказал, «Я вылью, а потом я и верну другого мёда на следующий день». Он увидел, что он полон золотых монет, и что он тогда сделал? Он вылил мёд из этих кувшинах, вытряс все золотые монеты, и спрятал их у себя, а потом наполнил их мёдом и так оставил. И когда эта женщина вернулась, она увидела, побежала сначала, конечно, смотреть, что с её кувшинами, и она увидела, что кувшины полны мёда, и нет там никакого даже воспоминания о том, что там были золотые монеты. Она страшно расстроилась, и она пришла, вызвала этого человека в суд. Кому в суд? К царю Давиду. О чём я рассказываю всё? Чтобы с очень простыми житейскими ситуациями люди приходили к царю. Почему? Потому что знали, что он не только мудр, но он очень добрый, и нет у него никакого тени того, что он подыграет кому-то, что он кому-то будет более снисходительным в суде, что к богатому он будет. Понимаете, да? Нет тени, потому что у него есть всё, ни в чём не нуждается. Ему не нужны ни взятки, ни никого. Он просто здесь, чтобы творить добро и справедливость. Она пришла к нему, я сказала, что я вдова, у меня никого нет. Этот человек, он меня обокрал, а тот человек, его сосед сказал, нет никаких доказательств? Я не знаю. И получил мёд. Она сказала, что ты сказала, что у тебя мёд? В кувшинах сказала. Вот, пожалуйста, получил обратно. Никаких я вообще не трогал, не знаю, не видел ничего. Ну и как можно доказать? Нет никаких доказательств. Нет доказательств. И что сделал царь Давид? Понимаете, для этого нужно быть на самом деле очень щепетильным, очень добрым, очень внимательным к своим поданным человекам. Он не хотел доставлять просто так, что он чувствовал по словам этой вдовы, что она права, что у неё были там дни, она не просто так на пустом месте это всё говорит. Он приказал вылить мёд из этих двух кувшинах, и после этого он разбил их на глазах у всех. И что оказалось, к внутренней стенке одной из кувшинов, они были с узким горлышком, такие кувшины большие, к внутренней стенке прилипли две золотые монеты. Всем стало ясно, что она говорит правду, эта женщина, этот сосед, он её обокрал. Для чего такой длинный сипур? Для того, чтобы понять, что царь, настоящий царь Патори, он был полон любви и желания помочь, сделать всё для своих поданных, чтобы они чувствовали себя защищёнными и достойными самого лучшего. И это настоящий царь. Это настоящий царь в том, что касается человеческих отношений. Поэтому, когда мы говорим, что мы стоим перед царём, перед Всевышним, это не такой царь, который нужно дрожать перед ними, именно очищать пуговицы для блеска на кафтане, чтобы сабля 3 миллиметра не сдвинулась местно, потому что иначе там будет смотр, и ему снесут голову этому частному солдату. Это не так. Настоящий царь, это полон добра, полон любви, полон желания сделать всё для своих поданных. И молитва очень похожа на Бит Микдаш, на храм. Сама по себе здание молитвы, это здание храма. И так сказали наши мудрецы, сказал Раб Биби, сказал Раб Иошуа, Бен Леви. Каждый, кто плюёт на храмовой горе в наше время, как будто плюёт в глаза, даже страшно такое сказать, в глаза Всевышнего. Так сказал Всевышний, и будут там мои глаза, моё сердце, там всё время, все дни. И в Тфиле Нэмар гам, кейн, отолошон, и про молитву написано точно, также тем же языком в Трактатии Брахот, что рак в Тфилоту кило, что рак в Тфилоту кило, рак в Левне, что тот, кто во время своей молитвы плюёт, как будто он плюнул, не дай бог, в лицо царя. И невозможно сказать, что эти законы, это только так, чтобы и так понять, и чтобы было что-то возвышенное. Неправда, пишет Рафинкус, это просто закон, точно так же, как любой закон, касающийся Торы. Наш сам по себе и строение, этот храм молитвы, тоже привести человека к ощущению трепета, ощущению большой радости. И чтобы он почувствовал это в сердце, что он стоит перед Всевышнему, на самом деле, в реальности. И в Шар-Ла-Лот Рэгэ-Шэ-Зэг-Лэк-Тав. Невозможно описать это чувство на бумаге. Так что в Пинкусе это действительно у каждого человека, и у вас наверняка в жизни были вдруг такие очень тонкие, очень глубокие понимания того, что есть Творец этого мира, что есть, что вы находитесь перед ним. Какое-то вдруг такое ощущение, как будто Рафинкус пишет про это Баракшель, как будто молния вдруг осветила, и что-то вдруг стало в жизни намного более понятию, более ясное. Это невозможно чувствовать, нужно это описать. То, что я даю уроки, не могу это чувство вызвать, но я эта книга или любые книги и лекции на эту тему могут только напомнить вам о том, что вы чувствовали когда-то. Любой человек когда-то с этим сталкивался и чувствовал это. И тот, кто почувствовал это, пишет Тав Пинкус, это чувство даже на одно мгновение когда-то в своей жизни, один раз, один раз он это почувствовал, он уже понял тогда, что это сильнее, чем любые удовольствия этого мира. Когда ты молишься, то пусть сердце твое радуется, потому что ты молишься перед Всевышним, которого нет второго такого, как он. Нет. Даже тот, кто не чувствует на самом деле вау, такое чувство особенности того, что с ним происходит сейчас, но хотя бы пусть он знает и сделает небольшое усилие, что даже он не чувствует, что такова реальность, а вау, реальность от этого не меняется, она такова. Есть такая вещь, что когда человек пытается описать какое-то чувство, чем больше он пытается это описать, тем оно как будто теряется. Очень часто ваш человек пережил какое-то переживание, очень хорошее переживание, очень сильное, когда он пытается это рассказать своим друзьям, даже если они поняли, не поняли, но когда он возвращается к себе, в смысле остается сам собой, он чувствует как будто от этого ощущения оно стало тоньше, оно стало как будто призрачнее, что-то от него ушло. То есть даже когда человек описать невозможно, и говорить об этом тоже очень сложно, потому что оно уходит, оно теряется. Сейчас мы касаемся второго момента, который называется молитва, что это от слова «суд». Что сама по себе молитва, она создана для того, чтобы понять, в чём истина, в чём смысл этого мира. «Эметь» можно перевести как правда, как истина, как смысл, что это в нашем время, не знаю, как это было, даже лет 50 назад или 30 назад, но в наше время люди очень сложно почувствовать правду. Даже есть, давно я разговаривала с женщиной, она уже сейчас, женщина тогда, она была подростками, было 13 лет, она из очень обеспеченной в семье, в Израиле и так далее. В 13 лет она убежала из дома. И она скиталась из одного конца Израиля в другой конец Израиля. Она стала работать с бродящими артистами, потом она ехала в Европу и там работала с бродячими артистами. Но что двигало и что мотало её в один конец Израиля, в другого, она не смогла этого сказать тогда. Но сейчас она искала правду, она искала что-то настоящее. В наше время очень тяжело найти что-то настоящее. Люди, мы живём даже в возвышенной большей идее, о которых мы говорим, о которых мы читаем, мы учим. Они, для нас очень много вещей как суррогат этого. На самом деле мы не чувствуем этого по-настоящему. Оно ушло, оно утончилось, оно пропадает. Мы говорим очень много про любовь. На любом магазине всё по шейке или всё по доллару там будет и 50 наименований предметов со словом любовь по-русски, по-английски, по-китайски, в любых языках. И очень мало, очень, не знаю, было ли когда-нибудь такое поколение, как нас, где мы потеряли эту вещь. Мы не знаем, что это такое. Чем больше мы об этом говорим, тем больше она уходит у нас из-под пальцев. И правда, что такое правда, что такое истина, что такое смысл, она тоже уходит. Она у этого не говорим, говорим, но почувствовать что-то настоящее в жизни очень тяжело сегодня. И поэтому многие подростки уходят из дома и религиозные, из религиозных семей, и нерелигиозные, из религиозных. Они уходят, они ищут, они не знают, куда тебе деть, они маются и пытаются, сходят с ума. И все они хотят почувствовать что-то настоящее, найти что-то настоящее, ради чего стоит жизнь, ради чего стоит жить. И очень тяжело сегодня найти что-то настоящее. Да, так написано у пророков в конце дней «вемет тьене дерет». Есть двоякое понимание. «Вемет тьене дерет» это слово «адарим». «Адарим» это как стадо. «Адарим, адарим». «Вемет тьене дерет» Правда, правда и истина, она будет как стада. То есть есть стадо такое, есть стадо такое. И у каждого стада своя какая-то правда. У каждой группы людей, у каждой какой-то идеологии, даже не идеологии, слишком высокопарное слово, у какой-то понимания, какой-то взгляд. У них у всех своя какая-то правда, какое-то видение истины. И у всех не нельзя сказать, что полностью всё ложь. В любой лжи всегда присутствует какой-то элемент, какая-то ниточка правды. И второе понимание, что правды не будет, она ушла, то есть чего-то настоящего, что-то, что можно хватиться руками и сказать, вот это правда, вот это на самом деле, вот это оно, то, что я искала всю жизнь. Очень тяжело это будет, человек должен будет исколесить весь мир и весь Израиль, и очень тяжело ему будет найти то, что он ищет, он даже не будет знать, что он ищет на самом деле. И есть известная притча того, что один, назовем его крестьянин, ему приснился сон, что есть разные версии этой истории, этой притчи, вы наверняка слышали какую-то из этих версий, и ему приснилось, что в Вене под мостом зарыт клад, и этот сон продолжался несколько раз, несколько лет ему снилось, и наконец он понял, что надо пойти, надо искать этот клад, и он приехал в Вену, по другим версиям он приехал в Прагу, не важно, он приехал туда, и там стоит полицейский, который патрулирует рядом с этим мостом, и он не может там начать рыть, потому что это в черте города, и тут стоит полицейский, как он будет это рыть, и он решает, что он расскажет этому полицейскому, который патрулирует, то, что он снил, то, что ему снилось, простите, и тогда они, может быть, и встанут вместе рыть, и тогда ему будет легче. Конечно, придется поделиться, но он ему рассказал свой софт, и тогда тот полицейский ему сказал, ха-ха-ха, как очень смешно, а ты знаешь, что я уже много раз мне снилось, что в доме одного крестьянина в России, ну, неважно, он описывает этот человек, который к нему сейчас приехал, который с ним рассказывает, в его доме за печкой есть клад, и я, что же, я теперь поеду туда искать, и тогда этот человек понимает, что речь идет о нем, и у него за печкой есть клад. И вопрос, был ли клад под мостом? Не было клада под мостом, но человеку нужно было приехать, все это расстояние ему нужно было пройти, чтобы узнать, что клад, он находится у него дома. Если бы он жил у себя в доме и никогда бы не вышел, он бы никогда не узнал, что у него есть клад. Иногда человеку нужно пройти большое расстояние, иногда физическое, иногда душевное расстояние ему нужно пройти, чтобы узнать, что клад находится у него в доме. Вы зэ лэ шо на Рамбам. Имя лэ дат шэйн коля нэ цэйм милва ду мэ цэйм. У лэ ва ду и е ма цэй билой ва тэль у лэ ва тла. Если мы сможем представить себе такую ситуацию, Рав Пинкус приводит слова Рамбама, шэйн коля нэ цэйм милва ду, что нет ничего в этом мире, есть только Всевышний. Всё-всё перестало существовать. Этот мир полностью перестал существовать. Коля нэ цэйм цэйхим лвву брух и но цэрих лэм вэ ло лэ хатмия Потому что все, где здесь находятся, он сможет всех, всех ликвидировать, всех убрать. И вдруг мы перестанем существовать. Он сможет это сделать, потому что мы все зависим от него, и он не зависит ни от кого. Его реальность, она не похожа на реальность никого из нас, ни на кого из существующих, ни на чего существующих в этом мире. Его реальность не похожа, потому что любая реальность существующая в нашем мире, она так или иначе является отражением его, его желанием, чтобы именно так она существовала и так она выглядела. То есть любая правда, любая реальность, она не правда сама по себе, она только существует как отражение. Поэтому правда настоящая, как бы корень правды, корень истины, корень смысла, он находится только у него. То, что этот пророк сказал про этого, нет никого кроме него. Нет, нигде правды в таком виде, в такой форме, так как она находится у него. Если человек вдруг ему придет в голову такая идея, он начнет судить и узнавать, где находится правда и что она себя представляет. Не правда в каком-то конкретном вопросе, а просто что такое правда, что такое истина, где находится смысл. То есть полностью совершенная правда, оторванная от любых условностей. Потому что любая правда, как бы она ни была, она так или иначе связана с разными условностями, этими разными причинами, разными последствиями, разными факторами, которые обуславливают эту правду. А если человек будет искать только полностью правду в чистом виде? А рейше имя воли шподзут, если он начнет это искать, выяснять и проверять. Ир-э, ира-э ми-ян, шоум-эду лифне абурэ улам. Да, любая причина, она связана, она приведет его в конечном итоге, к причине всех причин, она приведет его к владыке этого мира. Шоуит барах амит сьют амитит, потому что он настоящая реальность, и единственная реальность этого мира. И какое качество этой правды? Можно сказать, это правда или смысл, или истина, да? Какое качество этого? Гадоль гебор внура ат эйн тахли че гамзой и метак дула ам мекефит аколи. В чем он найдет? Это правда, что он единственная сила этого мира, он единственный, кто может что-то изменять и править, и творить в этом мире. Когда он продолжит рассматривать эту истину. Да, это тоже его сердце будет объято таким трепетом и восторгом, как Всевышний все это создал. Он бесконечен, он бесконечный человек, если что он может, только может восхититься этим. То есть бесконечное количество миров, которых он создал, полностью со всеми их деталями. И он невероятно, даже человек, он бесконечный, в состоянии восторга, как можно было это создать, это же невероятно. И когда человек дальше продолжит искать влияние этой силы на этот мир, кого он найдет? Кого он отыщет в этом мире, который в его понимании воплотил именно влияние Всевышнего? Он найдет там себя. То есть естественным образом человек придет к себе. Миян муцеит ацмо. Ширайю короваль ацмо бьютер. Человек ближе к кому бы то ни было в этом мире, он ближе всего к самому себе. Шадам короваль ацмо бьютер. Это написано в Талмуде. Человек близок сам, близок больше всего к самому себе. Когда он начнет выяснять, что это за творение такое Я. Он сам. Что это? Кто это? Что это за существо такое? Что это за явление такое, которое называется сам человек и он сам? И тут же, когда он начнет себя так со стороны как будто рассматривать, он тоже поймет, насколько ему очень много нужно. Ему очень-очень много нужно. И тут же он начнет просить, мне нужно это, мне нужно это. Он поймет, насколько он зависим от Всевышнего. И он увидит, сколько Всевышнего сделал, но это потом. А в самом начале, самый первый этап, который он увидит себя со стороны. Он увидит, что он сам по себе человек, он очень маленький, очень испуганный, им очень больно. То есть мы всю жизнь бежим от понимания того, кто мы есть на самом деле. Мы строим очень часто много заборов вокруг себя, и много масок надеваем на себя, и много лозунгов вешаем на себя. И человек не только этим самым пытается произвести впечатление на других, он забывает и сам на себя производит впечатление на себя самого. То есть он держится за свою внешнюю оболочку, чтобы не упасть. Ему нужна эта самая внешняя оболочка для того, чтобы почувствовать себя, кто он такой. А если он будет углубляться, кто он такой, то он умеет, что он на самом деле очень испуганный, маленький человек. Это тот, кто он есть. И это на самом деле совет, который говорят наши мудрецы, что если человеку тяжело молиться, но он не знает, как начать, с какой стороны вообще к этому подойти, то прежде всего почувствовать самого себя. А почувствовать само себя очень просто таким образом. Если мы говорим о женщинах сейчас, чтобы женщина обратилась ко Всевышнему, как маленькая девочка, которому очень страшно и очень страшно. Когда взрослая женщина, которая уже достаточно, не знаю, привыкла думать о себе в понятиях, что она очень важная, она очень умная, она много знает, она много окончила. Но она вдруг почувствует себя на самом деле, кто она есть, что она маленькая девочка, которой очень страшно это говорят наши мудрецы. Это самое начало, это самое настоящее место в молитве. Это правда человека о самом себе, это правда, которую он боится признаваться себе и тем более признаваться в этом другим. Но это на самом деле правда. И это в этом месте человек по-настоящему находится. И в этом месте он сможет на самом деле почувствовать себя со Всевышним, потому что там на самом деле он, он там. И тогда ему будет легко молиться, легко почувствовать себя, на самом деле, кем он есть. Везуми цьют от фила, это реальность молитвы, бета рата, в чистом виде. Лиш пот мишпат эмет, то есть искать истину в ее реальности. И проснуться и почувствовать барака эмет. Барака эметра в передку спишет вдруг молния, молния правды. То есть бывает иногда, что темно в комнате или темно на улице, вдруг молния на секунду, человек вдруг видит все. И то, что у каждого человека иногда бывает вдруг молния правды, когда он на какой-то момент понимает, ощущает на самом деле правду этого мира, и что есть Всевышний, есть Творец, есть Он. И все это зал, это может быть одна секунда, но она освещает в тот момент все, что есть. Умашу порец мито хлебобе храха, лиде а карата митот, а митьюта эле. То есть недавно я встретила такой эпизод, художник работал, на самом деле он был не художник, он был скульптор, работал в своей комнате, и у него был маленький кусочек камня, 2 кубических сантиметра. То есть он работал в миниатюру, он старался, и он вырезал из этого маленькую фигурку, и это очень тяжело вырезать, каждый раз какие-то, может быть, доли миллиметра надо защищать этот слой, этот слой, этот слой. И он работал по часовым таким отрезкам по 3-4 часа, то есть он жил в Иерусалиме, и он вышел утром, у него был балкон, который открывался в Иерусалим, он вышел утром, покурил. Пришел в комнату, зашел в комнату, и не отрываясь, он работал 3-4 часа, потом он вышел днем, и опять немножко, чтобы передохнуть, немножко проветрить голову, посмотрел на вид, который перед ним открывается. Отдохнул, вздохнул, поел, вернулся снова в комнату, и снова работал, не разгибаясь, 3-4 часа над этой маленькой фигуркой из камня, 2 кубических сантиметра. И через 3-4 часа он снова вышел, и когда он вышел, он вдруг, то, что Раф Пинкус пишет, молния истины, вдруг какой-то у него как будто озарила его молния. То есть он через 3-4 часа выходил на тот же балкон, и он видел Иерусалим, который перед ним был как на ладони. И каждые несколько часов картина полностью менялась. Одно дело было утром, одно дело было в дневное время, и вечером он пришел, и какое-то было бесконечное царство, и бесконечное разнообразие заката, какие-то были цвета невообразимые яркие, которые соединялись между собой, и на несколько других цветов расщеплялись. И все это, и горы, и небо, и облака, и закат, это была такая фантастическая картина, что вдруг в один момент он понял, что над этой маленькой фигуркой 2 кубических сантиметра работает уже несколько дней, 4 часа и каждый раз чуть-чуть. Но ведь он тоже фигурка в руках более высокого, более потрясающего мастера, который его тоже рисует и создает каждое мгновение. Не только этот невообразимый пейзаж, который просто нет слов описать, но его самого тоже кто-то все время рисует, кто-то все время создает каждую минуту, он и чувствует это. Но кто-то его создает каждую минуту. Это было как молния, молния истины. В один момент он забежал в дом, и он выбежал, и он искал, я не знаю, что он сказал, «Шма Исраэль». То есть он почувствовал, что есть хозяин этого мира, есть тот, кто этот мир сотворил, и его в нем. И с этого началось его движение к Тории, к Истине и ко всему, но это было начало. И продолжает трафпинкус. Ешь пезе оденьян, вины пашюту и цельколь бальсехель. В котором часу нужно? До которого часа? Как? Уже заканчиваем? Хорошо. Каждый момент, когда человек находится, и он находится в молитве, как пишется в Пинку «Суд». И мы сказали, что «Суд» — это такая страшная вещь, человек, ни один человек не хочет прийти в суд. И как это находиться перед Всевышним, который меня судит, и я никогда туда не приду по собственной воле. На самом деле у нас много есть вещей в жизни, которые мы сделали ошибки, мы сделали что-то неправильно, мы сделали плохо. Что мы делаем? Мы берем это и закрываем на ключ, и мы не заглядываем туда. Да, то есть у нас есть у всех какие-то подвалы, чердаки, которые мы закрыли на ключ, и мы не хотим про это думать. И мы приходим к Всевышнему, и мы молимся Ему, но мы не трогаем это то, что там. Лучше Ему вот про это не знать. Так мы думаем. И таким образом мы всегда немножко рисуемся перед ним или разыгрываем какой-то спектакль, но мы не по-настоящему перед ним, потому что мы знаем, что там есть что-то такое, что лучше ему про это не рассказывать. Но ведь оно само по себе не находится там втихо, да? Эти темные комнаты или эти подвалы, они постоянно посылают оттуда какие-то импульсы, и человек иногда теряет контроль, и он не понимает, почему он раздражительный, или почему ему так страшно, или почему он думает, что ему нужно наказать, или то, что с ним происходит, и его какие-то кары ждут. Откуда такое чувство? Ведь Всевышний — это любовь, это счастье, это безопасность, это благоденствие, это бесконечное добро. Да, мы в виде наших книгах так пишут мудрецы о Всевышнем. Откуда же у нас такое чувство, что мы… это не про нас, да? Это не писали про каких-то больших мудрецов или праведников, но это явно не про нас, такое отношение Всевышнего к нам. Потому что мы не хотим отпирать эти комнаты, не хотим признаваться об этом ни самим себе, ни Всевышнему. И для этого есть молитва. То есть когда человек находится один на один со Всевышним, он может ему сказать, смотри, как пишет копивку с прошлым, да, чуть раньше. Человек сам по себе — это очень маленькое, испуганное существо, оно боится очень много и убегает от многих вещей. И сказать Всевышнему правду, какие мы есть, да, что мы маленькие, испуганные, мы сделали много ошибок, мы сделали так и так. И когда человек будет правдив, правдив собой, правдив со Всевышним, почувствует, что уходит эта темнота, идти в тёмные комнаты, они раскрыты. И когда они раскрыты, туда может пройти свет, и тогда Всевышний может простить. И тогда любые уголки его памяти, его восприятия и свойства человека, они будут легче ему, будут освещены светом. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...